Привет всем! И как вы уже поняли из названия ролика, сегодняшнее видео будет про кофемашины. Не касательно конкретно какой-то марки, а в целом подведения итогов, потому что сейчас я уже могу с полной уверенностью сказать, для кого нужна автоматическая кофемашина и для кого нужна машина рожкового типа. Ну, начнем с того, что кофейный бизнес это довольно-таки распространенная ниша, причем с одним из самых быстро окупаемых вложений. То есть вы можете вложить деньги и довольно быстро все это дело окупится. Но мы не говорим о том, что вот давайте купим кофемашину, откроем какую-то кафешку и начнем там типа зарабатывать миллионы. И уже через полгода мы будем жить в своем особняке, летать на вертолете. Сегодня я хочу рассказать в целом о кофемашине, потому что, сами понимаете, люди, которые много работают, почти в каждом офисе уже есть эти кофемашины. Такие, либо попроще, либо капсульного типа. Но большинство еще, допустим, не обзавелись ими домой. И одно дело, когда у вас начальник богатый покупает вам довольно хорошую кофемашину, скорее всего, это будет автоматического типа. И многие задумываются о том, а не купить ли мне кофемашину вообще домой. Это здорово, потому что вот я часто езжу, допустим, после работы, заезжаю, трачу деньги. И либо заказываю кофе там, не знаю, чуть ли не на дом, либо выхожу утром, иду за кофем, чтобы прийти домой попить. Либо выхожу специально на улицу прогуляться, чтобы выпить кофейку, взбодриться и потом иду работать домой. Здесь у меня на столе представлена кофемашина фирмы Крупс или Крабс, не знаю, как там, кто называет. Мистер Краб. Недешевое удовольствие, сразу же скажу. И большинство, конечно же, посмотрят, в том числе, в сторону этой кофемашины. Почему? Потому что, ну, у нас заведено так, что дешевое никогда не бывает качественным. Но и, с другой стороны, дорогое или самое дорогое в сегменте не бывает никогда тоже качественным. И это не залог успеха. Для кого конкретно данная кофемашина? Она подойдет больше для людей, кто особо не разбирается в кофе, кого устраивает кофе, который он пьет в офисе из подобных кофемашин. Кто не хочет заморачиваться приготовлением, а просто утром встать, нажать кнопку, грубо говоря, выбрать нужную программу, сделать кофе и пить. Конкретно в этой кофемашине, наверное, самое большое количество программ, которые вот вообще представлены, она полностью перекрывает все потребности. Многие даже отказываются от чайника, потому что здесь есть программа чай. То есть, грубо говоря, вы можете пользоваться этой кофемашиной как чайником, заваривать чай. Это все делается довольно быстро. Она готовит там капучино, макиято, обычный черный кофе. Что конкретно я узнал по поводу кофемашин именно автоматического типа и в чем конкретная разница? Во-первых, в капучинаторе. У некоторых кофемашин он встроенный путем надевания контейнера отдельного, в который наливается молоко. Либо вы можете, опять же, автоматически приготовить кофе, но вспенивать молоко вы будете вручную. Многих это не устраивает, и, собственно, они доплачивают денег. Самое интересное, что с автоматическим капучинатором эта опция получается дороже, но, сбегая вперед, это не всегда качественно. Кофе здесь на любителя. Хотя, кто, опять же, не хочу никого обидеть, кто не разбирается в этом, им этот кофе подойдет. С другой стороны, вы можете вообще использовать даже не такую кофемашину, а капсульного типа. С той лишь разницей, что капсулы получаются немножечко дороже. Нормальная цена капсулы это от 30 до 50 рублей за одну штуку. То есть, обычно, кофе вы покупаете, если берем, там, Макдональдс, 110 рублей, там, плюс-минус. Если мы берем кофейню какую-то, то там кофе доходит до 200, там, до 250, иногда 300 рублей. Я просто еще в Москве кофе за 300 рублей покупаю. Ну, 300 рублей за кофе, не за кокаин. И когда я кому-то жалуюсь на это, мне говорят, Вань, это все за сервис, это за эти имена на стаканчике. Если это как-то сэкономит моих 200 рублей, можете писать на стаканчике пи... Я подойду, заберу, ничего страшного. Еще за хату платить. И говорят, что кофе бодрит. Конечно, бодрит. В целом, можно просто приходить класть 300 рублей и такой, ух, пойду поработаю чуть-чуть. Если мы берем там ту же самую капсульную кофемашину, она будет ниже. И там вообще минимум заморочек. Как работает капсульная машина? Берете капсулу, вставляете в ней спрессованные просто до камня кофе. Определенные дозировки. Есть со вкусами, с запахами различные. В общем, там целый ворох вам предоставляется возможностей. Купили там, допустим, ванильный или там клубничный, не знаю. В общем, вставляете капсулу, наливаете воду, значит, вода нагревается. И под давлением через эту спрессованную капсулу выдавливается кофе. Дальше можете налить молока, и у вас будет кофе с молоком. Это больше подойдет, конечно, для людей, которые любят чистый кофе. Если вам нравится капучино, либо кофе с молоком, либо вспененный кофе с молоком, латте там и так далее, для вас, конечно, больше подойдет вот этот вариант. И вы не хотите заморачиваться. Здесь есть таймеры, есть модель с цветным OLED-экраном. Здесь, значит, нарисованы даже для понятливости цветные кружечки такие. Все красиво, она стоит немножечко дороже. Кому интересно, сколько конкретно эта кофемашина стоит, цена ее в сетевых магазинах колеблется от 75 до 90 тысяч рублей. Да, как бы за все надо платить. В некоторых моделях есть даже Bluetooth. То есть через приложение вы совершенно спокойно можете запрограммировать, там, через телефон, время включения-выключения, приготовить кофе. Там, из своей комнаты утром проснулись, включили, значит, она прогрелась, приготовил кофе. Единственная разница, что, опять же, латте или капучино, в общем, кофе с молоком со вспененным вы не приготовите. Потому что что будет? Молоко будет стоять, получается, у вас всю ночь, и оно просто-напросто скиснет. То есть в любом случае вам придется идти к холодильнику, брать, значит, вот эту емкость с молоком, ставить ее рядом с кофемашиной, и после этого все это дело будет готовиться. Емкость с молоком выглядит примерно вот так. То есть это контейнер из нержавеющей стали. Сделано все качественно, классно. Здесь у нас трубочка такая. Собственно, наливаете сюда молоко. Объем, я не скажу, наверное, пол-литра. Вот тут даже написано латте, такая надпись, или латте. Вставляете трубочку вот сюда, и все. Молоко, получается, программа сама рассчитывает. Молоко проходит здесь, в данном блоке вспенивается. Единственным минусом по поводу всего вот этого процесса, кружку надо по-хорошему прогревать. То есть просто из-под крана горячей воды хотя бы налить в нее, чтобы эта кружка постояла какое-то время, нагрелась, воду выливаете. Вторая кружка и третья с этой кофемашины будет более и более лучше. Кофе будет более лучше раскрываться. То есть первая чашка, как правило, будет не очень вкусной и холодной, потому что, сами понимаете, здесь есть контейнер, есть вот это вот шланги все, и пока горячая вода пройдет до блока спрессованного кофе вот этого, она будет холодной изначально, и, в общем, кофе не раскроется. После того, как вы приготовили кофе или несколько чашек, разумеется, вот этот блок нужно чистить. Он чистится автоматически, то есть вытаскиваете трубку, вам, опять же, по инструкции все напишут, извлеките трубку, там, капучинатор или как-то это все называется, нажимаете прочистку, все это там что-то делается, сливается сюда в поддон и все. То есть с этой кофемашиной минимум вообще проблем. Это достать вот этот поддон наш, слить, значит, воду из него, долить воду сюда, сзади, в резервуар. Здесь, кстати, 2 литра. Это довольно-таки большой объем, наверное, один из самых больших, которые я видел. Ну и контейнер для жмыха, он находится вот с той стороны, сбоку. Достаете его и выкидываете. Есть более дешевые кофемашины, тоже автоматические. Лучше-ка я ее возьму, там, Philips или и так далее, там, еще какой-то фирмы. Но вы должны понимать, что блок, который занимается намолом вот этого кофе, прессовкой и сбрасыванием жмыха, у всех они разные. И вот именно в Крупсе, в этой фирме, блок не надо доставать и мыть отдельно. То есть кофемашина вроде бы автоматическая, но чистить ее надо. Здесь блок чистить не надо, здесь просто вы раз в сколько-то времени, она вам выдаст уведомление, забрасываете маленькую такую таблеточку, и она сама себя чистит. В других же кофемашинах, более дешевых, там блок нужно извлекать, потому что кофе это масла, все это дело нужно мыть. Здесь же чистится еще дополнительно только вот этот вот блок. Достали, просто под водой промыли и все. То есть здесь минимум ухода. В других автоматических кофемашинах, опять же повторюсь, блок надо чистить отдельно, и это нужно делать раз в три месяца. Если вам не нужен автоматический капучинатор, и вы более-менее умеете взбивать кофе, он есть и также в этой модели, только в виде вот такой штучки, трубочки торчащей. Кофемашина такая стоит дешевле, примерно 15, наверное, тысяч рублей, и там у вас уже немножечко появляется творчество. Прикол в том, что вы наливаете молоко в кружку, вспенивая при помощи трубки, просто засовывая ее в чашку, дальше вы подносите к другому блоку, нажимаете кофе, туда доливается кофе, и все, собственно, вот ваш лата, там макиято, капучино, все это дело готово. Чистится такая трубка, на самом деле ничего сложного нет, взяли, включили пар, она продулась, тряпкой протерли, и все. Что касательно кофемашины рожкового типа, то есть где блок, кофемолка и прессовка происходят снаружи, а не как вот в этой машине внутри. Непосредственно я пользуюсь кофемашиной рожкового типа фирмы Borg, там уже есть кофемолка, есть капучинатор отдельный, и есть, собственно, вот этот вот рожок, куда все это дело намалывается. Процесс приготовления кофе происходит снаружи, а не как здесь, то есть здесь вы нажали кофе приготовить, она намолола, сама все спрессовала, приготовила, пропустила под давлением горячую воду, там пар, и, значит, сбросила жмых вот эту вот таблетку себе в контейнер. У рожкового типа это все происходит снаружи, и, собственно, то же самое, как и в любых кофейнях, которые вот вы заходите, пьете кофе. Вы берете рожок, холдер он называется, намалываете в кофемолке в кофемашине, либо отдельно, либо покупаете молотый кофе, кому как нравится. Намалываете, прессуете, надо уметь прессовать, как многие говорят, хотя у меня проблем таких не было. Застегиваете, нажимаете кнопку, и у вас идет приготовление кофе. Дальше вы этот рожок отстегнули, почистили, помыли под водой, и все, собственно, в машине вам чистить внутри ничего не нужно, только кроме как декальцинация, декальцация она называется, вот эта процедура. То есть, опять же, кидаете таблетку, она внутри что-то там делает, от накипи вот это вот все, прочищает у Ася всю эту фигню, и, короче, все это выходит. Это надо делать, ну, на моем опыте, примерно раз в два месяца. С этой кофемашиной, наверное, примерно так же, в зависимости от жесткости воды. Взбивание молока вот в молочную пену в кофемашине рожкового типа так же происходит руками. И здесь возникает разумный вопрос. В чем разница? Разница в том, насколько у вас прямые руки, насколько вы понимаете, как нужно взбивать молоко, насколько оно должно быть горячим, насколько вы умеете готовить, как правильно прессовать кофе, но на самом деле, как показывает практика, любая девочка практически может этому научиться. Разумеется, возникает еще один вопрос по уходу. Насколько нужно все это дело чистить. И вот сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, что, попользовавшись автоматической кофемашиной и рожкового типа, я понимаю, что уход на самом деле один и тот же. Даже здесь, мне кажется, ухода нужно больше. То есть это вытащить блок, вот это молоко убрать. Если вы не хотите пользоваться вот этим вот контейнером, а просто достать, допустим, вот эту иглу, вставить ее, само собой, в пакет не получится, потому что все прокиснет. Это надо налить в отдельный стакан. Когда все это будет готовиться, вспениваться и взбиваться. Нужно не пропустить момент, чтобы молоко раньше не закончилось или чтобы оно не осталось в стакане, потому что с ним уже ничего не сделаешь. В общем, потом это все промывка. Потом выкинуть жмых вот этот вот в контейнере. Вылить воду из поддона. Другое дело то, что в кофемашине рожкового типа вы все делаете сразу же. Вы взяли, вставили рожок, приготовили, отстегнули его. Отработанный кофе сковырнули ложкой, промыли все это под водой, под струей и все убрали. У кофемашины рожкового типа есть с металлическими ситечками, некоторые идут с бумажными. У меня ситечка металлическая, то есть его не надо менять. Его надо просто мыть и все. Ситечки, которые идут бумажные, не знаю, может быть, сейчас уже таких машин не осталось. Их надо отдельно, опять же, покупать. То есть, если вы инвестируете, как говорится, в дорогую кофемашину рожкового типа и прорабатываете этот процесс на моменте покупки, вы избавляете себя от лишней головной боли и от дополнительных расходов. Вот эта кофемашина автоматическая, мне кажется, и молоко, и кофе жрет просто тоннами. Чуть ли не в полтора, иногда в два раза большее количество она съедает. По крайней мере, по жмыху я могу, ну, прям вот это точно сказать. Потому что холдерного типа вы намалываете мало. Опять же, вы можете выбирать степени помола. Здесь их всего три. Там средний, крупный и мелкий. В рожкового типа там их, по-моему, 16. Ну, я обычно ставлю самый мелкий, намалываю. И с одного холдера я могу приготовить либо одну чашку, либо две. И, опять же, я могу рассчитать, сколько вспенивать молока. Я могу налить совсем немного молока, вспенить это все в большую пену. И будет прям воздушная пенка. Опять же, можно взять холдер и вставить ситчика большего объема. И на молоте сделать прям лошадиную дозу, там, тройной кофе. И как бы наслаждаться кому нравится прям покрепче. Здесь же не получится этого сделать. Вы можете контролировать количество воды, пропускаемое через одну таблетку, по сути. Вы можете выбрать единственный экстра-шот. То есть, он дополнительно еще раз приготовит кофе. Все это за один раз и дольет. В холдерного типа вы можете через рожок, если вы понимаете, что у вас не до конца, как говорится, сцедилось кофе, еще есть все-таки масла, вы можете дополнительно еще раз нажать кнопку и остановить там на середине приготовления. То есть, вы видите, что вода становится там прозрачной, не такая темная. И кофе уже не осталось вот в этой таблетке, которую вы намололи. Вы выключаете и все. По поводу капучинатора. Одно дело его здесь чистить, когда он автоматический. Другое дело, конечно, мне кажется, когда он полуавтоматический. То есть, вы засунули чашку, взбили, как и в холдерного типа, сколько вам нужно. Налили чуть-чуть молока, сделали большую пену. Налили, допустим, много молока, просто прогрели его, сделали кофе с молоком. Здесь этого сложнее добиться. Холдерного типа кофемашина намного проще. То есть, там основная заморочка, как многие говорят, это только с приготовлением. То есть, надо там собраться силами, намолоть вот это все, постоять, подождать. Хотя по времени особо это, не знаю, это занимает 2 минуты, чтобы приготовить себе кофе. Но зато вы можете уже контролировать полностью. Хотите покрепче, хотите погорячее, хотите побольше молока. Здесь же, как бы, это все делается автоматически. И пена здесь, на самом деле, уступает. То есть, я не видел ни одной кофемашины, которая могла бы вот действительно большой слой пены, которая не осядет со временем. Плюс, опять же, неизвестно, что внутри, как это все прессуется, вот эти блоки, насколько всего этого хватит. В холдерного типа все это прессуете, по сути, вы снаружи, и за всем контролируете. Вот, собственно, и все, о чем я хотел сегодня рассказать, поделиться своим опытом, потому что многие хотят и задумываются о покупке кофемашины. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Я развеял часть мифов или каких-то непониманий по поводу, вот, что делать, если кофемашина дорогая. Наверняка она будет вкуснее готовить. Если купить золотые кастрюли, значит, все будет здорово. Или, как некоторые говорят, достаточно купить недорогую кофемашину и делать вот все по красоте, по липоте. Кто-то вообще растворимый пьет. Так что решать в любом случае вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Пойду, наверное, после этого обзорчика кофейку себе сделаю вкусную. Субтитры сделал DimaTorzok